Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 26 января. Житие преподобных Ксенофонта и Марии, и сыновей их, и Анны и Аркадия. Святой Ксенофон был одним из знатнейших сановников Константинополя. Он был богат мирскими благами, но еще богаче внутренними сокровищами, верою, благочестием и усердным соблюдением всех заповедей Божиих. Будучи знатным по своему сану и благородному происхождению, он был еще знатнее по своему благочестию и добродетельной жизни. Насколько он был высок по своим почестям, настолько же он был смиренно мудр умом. Он не превозносился сердцем над людьми и не гордился своей временной мирской славою. Он собирал для себя сокровища на небесах, предпосылая туда свои богатства руками нищих. Была у него подруга жизни по имени Мария, подражательница ему во всех добрых делах и во всем одинаковая с ним по характеру. Ксенофон жил с нею добродетельно, угождая Богу, исполняя беспорочно все заповеди и соблюдая правду Божию. Когда у них родились два сына Иоанна и Аркадия, они воспитывали их добрыми наставлениями и учили не только книжной мудрости, но и страху Божию, который есть начало всякой премудрости, а равно поучали их всякой добродетели. Они желали видеть в детях не только наследников своих богатых имений, но главным образом подражателей их богоугодной жизни. Они послали их учиться эллинской мудрости в финикийский город Берит, славившись в то время своими школами. Когда они жили там некоторое время ради учения, ксенофон сильно заболел и уже ожидал смерти. Мария, не надеясь на выздоровление мужа, написала в Берит к сыновьям о тяжкой болезни отца и просила их поскорее возвратиться домой, прежде чем отойдет в вечность отец. Она хотела, чтобы дети получили последнее благословение от отца и приняли участие в погребении его. Они поторопились возвратиться домой. Отец, увидев их, обрадовался и от радости болезнь его ослабела. Он велел им сесть у своей постели и начал поучать их так. «Как мне кажется, дети мои, я приближаюсь к кончине своей жизни. Вы же, если любите меня отца своего, сделайте, что я завещаю вам. Во-первых, бойтесь Бога и жизнь свою устрояйте по его святым заповедям. Затем, то, что я скажу вам далее, буду говорить не под тщеславие, но с целью наставить вас на путь добродетели. Если вы мою жизнь будете иметь для себя образцом, то, я думаю, не нужно вам будет другого учителя. Ибо домашнее учение, выраженное словом и делом, гораздо полезнее всякого другого учения. Знаете же, что я дожил до сих пор, сохраняя постоянное благоговение и простоту сердца. Я был всеми уважаем и любим не за свой высокий сан, а за свою кротость и добрый нрав. Никого и ничем я не обидел, никого никогда не укорял, не клеветал, не завидовал, не гневался напрасно, не враждовал ни с кем. Я всех любил и со всеми жил в мире. Я не уклонялся от посещения церкви Божией ни вечером, ни утром. Я не презирал ни нищего, ни странника, ни опечаленного, но каждого утешал словом и делом. Часто посещал находившихся в темницах, многих пленников выкупил, отпустил на свободу. Как положил я устам своим преграду, чтобы не говорить ничего дурного и лукавого, точно так же я положил завет для честь своих, чтобы не смотреть на чужую красоту и не иметь похотения к ней. Бог меня хранил, и я не знал иной жены, кроме вашей матери, но и с ней я жил в плотском союзе, пока не родились вы. А затем мы условились оставаться чуждыми друг для друга по плоти и сохранили телесную чистоту, а Господи доселе. Последуйте же, дети, жизни родителей, подражайте вере, терпению и кротости нашей, и живите так, чтобы угождать Богу. Тогда Бог пошлет вам долгую жизнь. Подавайте милости неубогим, защищайте вдовиц и сирот, посещайте больных и находящихся в темницах, избавляйте обиженных и неправильно осужденных от бедствий, храните мир со всеми. Будьте верны своим друзьям, благодетельствуйте врагам, не воздавая им злом за зло. По отношению ко всем будьте добры, кротки, любезны, смиренны. Сохраняйте в непорочности чистоту душевную и телесную. А если Бог благословит вас с супружеством, то да будет нескверна ложа ваша. Благотворите церквам Божьим и монастырям. Священников и иноков почитайте, ибо ради них Бог являет всему миру милосердие. Особенно не забывайте скитающихся ради Бога в пустынях, в горах, в вертепах и пропастях земных, но подавайте им необходимое для жизни. Достаточно питайте нищих, и вы не обеднеете. Вы знаете, что дом мой никогда не оскудевал, несмотря на частые трапезы, предлагаемые убогим. Часто молитесь и внимайте по учениям святых мужей. Матери вашей воздавайте должный почет и слушайте ее со страхом Господнем, всегда исполняя ее волю и никогда не отступая от ее повелений. Будьте милостивы к рабам, любя их как членов семьи и детей своих. Стариков отпускайте на свободу и подавайте им пищу и все потребное до самой кончины их. Короче сказать, повторяю вам, что вы видели меня творящим, тоже делайте и сами, и вы сподобитесь чести и славы святых. Помните всегда и то, что скоро переедет мир сей, и слава его исчезнет. Дети, сохраняйте заповеди Господни и мои наставления, и Бог мира да будет с вами. Слушая эту речь, Иоанн и Аркадий плакали и говорили, не оставляй нас, Отец, но умоли Бога, да подаст тебе еще несколько времени прожить с нами. Мы веруем, что ты умолишь Бога, если захочешь. Бог послушает тебя. Для нас же, юных, весьма необходима твоя жизнь здесь, чтобы ты совершеннейшим образом наставил нас на добрые дела и сам устроил нашу жизнь как должно. Отец, тяжко вздохнув и прослезившись, сказал, с тех пор, как посетил меня Бог этой болезни, я возлег на одре. Я много молил и молю Бога о том, чтобы Он ради вашей юности не спаслал мне еще немного времени прожить на земле, пока я увидел бы вас совершенными во всем. Следующая же ночь было святому Ксенофонту откровение в сонном видении, что Бог повелевает ему еще оставаться в этой жизни. Он возвестил об этом супруге и детям, и все они радовались и славили Бога. Больной начал мало-помалу выздоравливать от недуга. Он сказал сыновьям, дети, отправляйтесь и оканчивайте ваше учение, а по окончании немедленно возвращайтесь, я устрою ваш законный брак. Затем он посадил их на корабль и, снабдив всем необходимым, отпустил их снова в Берит. Когда они отправились в путь морем, плавание вначале было благоприятным, так как дул попутный ветер. Но затем внезапно поднялся противный ветер, и на море наступили неожиданные бури и сильные волнения. Корабельщики скоро оставили руль, и корабль был понесен бурей неведомо куда, все более погружаясь в волнах. Все, находившиеся на корабле, отчаялись ко спасению жизни и под влиянием бедствия и страха смерти горько плакали. Плакали и оба брата Иоанна и Аркадий, вознося молитвы к Богу. Владыка, приблаги и промыслителя всякой твари, молились они, не презри создания своего, помяни добрые дела наших родителей. И ради них не оставь нас, не дай нам прежде времени умереть в молодых годах нашей цветущей юности. Пусть пощадит нас водная буря и не поглотит нас глубина морская. Помяни милости Твоей щедроты, призрис высоты и святой славы Твоей, и возри на бедствие наше. Услышь стенания наши и вопли наши, сердцем сокрушенным и духом смиренным мы молимся Тебе. Простриг нам Твою всесильную десницу и избавь нас от смертной гибели. Не предай нас смерти ради Твоего имени, но поступи с нами по милости Своей и по множеству милосердия Своего. «Избавь нас от потопления ради славы Своей, ибо не мертвые восхвалят Тебя и не те, которые не сходят в ад, а мы живые прославим Твое величественное имя». Корабельщики, видя, что сильное волнение не прекращается, а наступает еще большее, так что уже невозможно кораблю избавиться от потопления. Как бы желая помочь бедствующему кораблю, сошли в небольшое судно, особенным образом устроенное, покрытое сверху и безопасное от погружения. И затем поспешили удалиться от корабля, плывя туда, куда несли волны. Они надеялись, что волны выбросят где-либо их на берег. Юноша Яна Андрея, оставшись на корабле со своими рабами, видели бегство корабельщиков и неизбежную гибель корабля, так как последний уже разбивался и, наполняясь водой, погружался в волнах. Они совершенно отчаялись в спасении жизни и совлекли с себя одежды ради большего удобства к плаванию, чтобы не тотчас погрузиться и погибнуть в пучине. Ожидая окончательной разлуки и смерти, они с плачем и умиленными голосами взывали к своим родителям, оставшимся далеко в дому, представляя их как бы находящимися здесь. Желаем тебе, говорили они, здравствуй, любезнейший отец, будь здрава и ты, любезнейшая мать, не увидите вы нас более равно, как и мы вас, не будем уже более наслаждаться вместе с вами в дому земными благами. Затем они стали говорить друг другу «Горе нам, возлюбленный брат! Горе святочей моих! О, как тяжко разлучаться! Где теперь родительские молитвы? Где их благодеяние нищим? Где их милостыня, подаваемая инокам и оказывая им уважение? Неужели ни одна из них молитв не дошла к Богу о нас? Или, если и дошла, все же оказалась бессильной, так как ее превысило множество грехов наших, за которые мы уже недостойны жить? Горе нам, недавно плакавшим по поводу ожидаемой смерти отца, а ныне имеющим быть виновниками неутешного плача и бесконечного рыдания наших родителей. О, отец, ты усердно пекущийся о нашем воспитании и благоустроении нашей жизни. Не увидишь нас даже мертвых. О, мать, надеявшаяся увидеть брак сынов твоих и готовившая прежде времени прекрасные палаты, ты не увидишь даже гроба детей твоих. Подлинно! Тяжко родителям видеть своих умирающих детей и погребать их. А вам, милые родители наши, насколько тяжелее будет страдание при потере детей своих, когда вы не видели ни смерти их, ни даже вести о них неожиданно и горькой кончине не можете получить. Вы надеялись, что мы похороним вас в глубокой старости, а ныне и мы не удостаиваемся быть погребенными вашими руками. Затем они обнялись и, прощаясь, говорили друг другу, спасайся, брат, и прости меня. При этом они еще раз воззвали к Богу. О, царю и владыка всех, какую смерть ты попустил нам, Если по неизреченным судьбам твоим нам невозможно избавиться от нее, то, по крайней мере, не разлучи нас, умирающих. Пусть одна волна покроет нас, и одна утроба морского зверя пусть будет нам гробом. Обращались они и к рабам своим. Спасайтесь, добрые братья и друзья, и простите нас. Когда корабль окончательно разбился, каждый из них ухватился за первую попавшуюся доску, и таким образом они были разнесены волнами в различные стороны друг от друга. Но по благодати Божией все были спасены от потопления и гибели, и только занесены в различные стороны. Рабы были выброшены волнами на сушу в Тире, и Иоанн выброшен на одно место, называя Малмефетан, а Аркадий в Тетропиериргию. Каждый из них, ничего не зная об избавлении от смерти брата своего, не столько радовался о своей жизни, сколько скорбил о смерти брата. Вышедший на сушу, Иоанн рассуждал сам с собой так, «Куда я теперь пойду?» «Я стыжусь явиться на гимна глаза людям. Лучше пойду в монастырь, где живут благоговейные иноки, и там, по работе и Богу, спасшему меня от смерти. В нищете и смирении лучше, чем в богатстве мира сего. Я думаю, что Бог потому не послушал нас, молившихся к Нему на корабле, что родители наши хотели сочетать нас с браком и оставить нам богатства и большие приобретения. Мы погибли бы в суете мира сего скорее, чем на море. Всевидящий Бог, устрояя для нас лучшую жизнь, попустил для нас такое бедствие. И как Ему угодно было, так и случилось. Он, благие, знает все, что на пользу нам, а мы ничего не знаем, что должно случиться с нами. Он знает все и творит, как хочет, уготовляя спасение душе каждого». Затем, возяв руки к Богу, а не так он молился. «Господи, мой Господи, спасши меня от морских волны гибели смертные, спаси и раба твоего, брата моего Аркадия. Избави его от горькой смерти, как избавила меня по милости своей. И если ты сохранил его живым и извел на сушу, то отверзи ему ум, чтобы он размыслил, восхотел иноческой жизни, и сподоби его благоугодить тебе. Спаси и слуг бывших с нами, чтобы ни один из них не погиб в море, но спасением всех их да прославится пресвятое имя Твое». Идя по берегу, он продолжал молиться. «Господи, Иисусе Христе, единородный Сын Божий, снизойди к молению раба твоего и направь стопы мои к исполнению заповедей твоих. Наставь меня по твоей святой воле, ибо ты знаешь, владыка, что иного помощника, кроме тебя, я не имею в этот час». Прошедший немалое расстояние, он нашел монастырь и постучался в ворота. Привратник отпер и увидел его ногово. Он снял с себя верхнюю одежду, дал ему одеться, и, введший его в свою келью, предложил ему хлеба и сочево. Когда встали от трапезы, привратник-черноризис спросил. «Откуда ты, брат?» Он ответил. «Я странный, господин, мои убогие, спасшиеся от гибели на море. Когда корабль разбился и погрузился в воду, я ухватился за доски и был носим волнами. Бог по молитвам вашим сохранил меня живым, и я был выброшен на вашу страну». Привратник-черноризис, услышав это, умилился и прославил Бога, спасающего надеющихся на него. Затем спросил у Иоанна. «Куда ты хочешь идти, брат?» Иоанн ответил ему. «Куда укажет Бог?» «Я хотел бы стать иноком, если бы милосердный владыка, презрев мои согрешения, сподобил меня принять его благое иго». Черноризис сказал ему. «Воистину, чадо, ты желаешь доброго дела и будешь блажен, если со всем усердием поработаешь Богу». Тогда Иоанн обратился к нему с следующей просьбой. «Умоляю тебя, отче, скажи мне, могу ли я здесь с вами оставаться?» Иоанн ответил. «Подожди немного, я сообщу о тебе, отцу нашему, игумену. Не будет ли ему откровения от Бога о тебе? Затем то, что он повелит тебе, ты сделаешь и спасешься». Превратник пошел к игумену и рассказал ему подробно все о юноше. Игумен повелел привести его к себе и, увидев его, уразумел в судьбе его Божие призвание. Провидя его добрую жизнь, он сказал. «Благословен Бог Отца твоего и Матери, спасший тебя от гибели в море и привезший сюда». Затем, преподав ему подробное наставление о спасительной иноческой жизни, осенил его крестным знаменем и повелел ему оставаться в монастыре. В скором времени он пострик Иоанна в иноческий ангельский чин. Таким образом, блаженный Иоанн подвязался в молитве и посте и во всех монастырских трудах, исполняя послушание. Но он постоянно скорбел о брате своем Аркадии, думая, что тот погиб в морских волнах. Аркадий также по Божьему изволению остался в живых и, вышедший из моря на сушу в Тетропиргии, пал в Ницце и молился Богу так. «Господи Божий Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, Бог Отца Моего, благодарю Тебя за то, что Ты избавил меня от волнения и бури и от смерти извел меня к жизни, которой я уже не ожидал и поставил мои ноги на суше. Но как Ты при милостиве спас меня от потопления, так спаси и раба Твоего, брата моего Иоанна. Я молюсь Тебе, Господи мой, Господи, сохрани его по милосердию Твоему, чтобы не потопили его волны и бури и не поглотила его бездна. Услышав меня, Господи, так как велика милость Твоя, исподоби меня увидеть брата моего. «Помяни дела Отца нашего и не сведи Иоанна в преисподние глубины моря. Не предай юного отрока преждевременной и нечаянной смерти, но дай прежде увидеть его и тогда умереть». Так молясь он сильно плакал и даже изнемог от плача. Затем, встав, пошел в находившееся недалеко селение, где встретившийся ему один христолюбец дал ему ветхую одежду. Он оделся и попросил немного хлеба, укрепил свое изнемогшее тело. После этого он пошел к находившейся там церкви и еще раз помолившись со слезами о брате, прислонился к стоявшему у церкви столбу и заснул. В тот час в сонном видении он увидел брата своего Иоанна, говоривший ему, «Брат Аркадий, зачем ты так горько плачешь обо мне и сокрушаешь свое сердце? Я по благодати Христовой остался жив, поэтому не печалься обо мне». Аркадий, проснувшись, уверовал, что это сновидение истинное. Он, исполнившись великой радости, и благодарил Бога. При этом он размышлял сам с собою, что ему делать. Пойду ли я, думал он, к родителям, они, не видя брата моего со мной, будут печалиться по поводу моего возвращения. Если я опять пойду в школу и по окончании философских наук возвращусь к родителям, то так же не обрадую их. Увидев только одного меня, они начнут горько плакать. Что мне делать, я не знаю. Помню, как отец мой всегда восхвалял иноческую жизнь, связанную с безмолвием и приближающую к Богу. Итак, пойду в монастырь и стану иноком. Так, размыслив сам с собою, Аркадий сотворил молитву и пошел в Иерусалим. Поклонившись там святым местам, в которые Господь соделал спасение миру, он вышел из города и хотел пойти в какой-либо монастырь, который случится на пути. Продолжая идти, он встретил одного почтенного инока, украшенного сединами, человека святой жизни и прозорливца. Подошедший к нему юноша припалкивал ногам лобызал их и говорил, «Моли Господа о мне, святые отчи, так как я нахожусь в большом унынии и страдаю». Старец сказал ему, «Не скорби, чадо, брат твой, о котором ты скорбишь, так же жив, как и ты. Все другие бывшие с вами на корабле, хранимые Богом, спаслись от гибели и пошли в монастыри ради иноческой жизни. Брат твой Иоанн уже принял первое иноческое посвящение. Будет время, когда ты увидишь брата собственными глазами, ибо услышана твоя молитва». Аркадий, слыша эти слова великого старца, стоял изумленный и удивлялся прозорливости святого. А затем опять, припав к ногам его, стал говорить, «Так как Бог не скрыл от тебя ничего, что случилось со мною, то и ты не отвергни меня, умоляю тебя. Каким способом знаешь, спаси мою душу убогую и введи меня в иноческую жизнь». Старец сказал ему, «Да будет благословен Бог, ступай за мною, дитя мое». Старец повел его в лавру святого Харитона, которая на сирийском языке называлась Сукийская. Там он постриг юношу в иноке и дал ему келью, в которой раньше подвязался один из великих отцов в течение пятидесяти лет. С Аркадием провел один год и сам этот прозорливый старец, наставляя его в правилах иноческой жизни и научая его бороться и противодействовать невидимым врагам. По окончании года старец ушел в пустыню, оставив в келе одного Аркадия и обещая ему свидеться с ним по истечении трех лет. Аркадий, получив наставление от старца, ревностно исполнял их, работая Богу денно и нощно. Спустя два года после гибели корабля, Ксенофонт, не зная о том, что произошло с его детьми на море, послал одного из рабов своих в Берит, поручив ему разыскать и Анну, и Аркадий, и узнать подробно о них все, здоровы ли они и скоро ли окончат свое учение. Отец и мать сильно удивились, что в течение столь продолжительного времени дети ни разу не известили их о себе и не прислали ни одного письма своим родителям. Арк, прибыв в Берит и узнав, что дети господина его Ксенофонта не являлись в этот город, подумал, не изменили ли они своего намерения и не пошли ли они в Афины, а потому пошел в Афины искать их. Не нашедший их и там, и не будучи в состоянии собрать где-либо о них сведения, он пошел обратно в Византию смущенным, когда он отдыхал на пути в одной гостинице, какой-то странствующий инок остановился там же отдохнуть. Во время разговора он рассказал, что идет в Иерусалим поклониться святым местам. Раб Ксенофонта, всмотревшись в инока внимательно, постепенно узнал в нем своего бывшего друга, одного из рабов, посланных господином с детьми в Берит. Раб спросил инока, не так ли ты называешься? И назвал его имя, сказав, ты раб господина нашего Ксенофонта, отправившийся с Иоаном и Аркадием в Берит. Черноризис сказал, действительно, это я. А ты товарищ мне, так как мы одного господина рабы. Тогда раб спросил, что случилось с тобой, что ты принял образ инока? Где та же господа наша Иоанна и Аркадия? Расскажи мне, прошу тебя, ибо я много трудов понес, отыскивая их, и нигде не нашел. Инок тяжко вздохнул и с глазами полными слез начал рассказывать ему подробно. Ты должен знать, друг, что господа наши погибли в море, а равно и все бывшие с нами. Как я думаю, я один только спасся от гибели. Я решил лучше скрыться в иноческом звании, чем возвратиться домой и принести ужасную весть господину нашему и госпоже, и всем домашним. Таким образом я стал иноком и иду в Иерусалим на поклонение. Раб, услышав это, начал громко восклицать и горько плакать. Он начал вопить от жалости, бил себя в грудь и говорил, о горе мне, господа мои, что приключилось с вами, что я слышу о вас, как вы пострадали. Какая горькая кончина постигла вас, кто возвестит отцу и матери об ужасной смерти вашей, чьи глаза смогут смотреть на отцовские слезы и материнское горе. Можно ли слушать без содрогания плач и рыдания и вопли их? Увы мне, мои добрые господа, вы погибли. Надежда наша. Мы надеялись, что вы, став наследниками после своих родителей, доставите счастье нам, рабам, осыплите своими благодеяниями нуждающихся, успокоите странных, облагодетельствуйте нищих, украсите божьи храмы, будете подавать необходимые монастырям. А ныне, о горе нам, все наши надежды обмануты. Что мне делать, я не знаю. Если я возвращусь домой к господину моему, то я не посмею рассказать ему столь прискорбные известия. В самом деле, как возвестить отцу и матери о том, что сыновья их погибли в море? Услышав об этом, не упадут ли они тотчас мертвыми, изнемогая от тяжкой сердечной скорби? Поэтому я не пойду домой, чтобы вследствие столь дурного известия, которое я принесу, не умерли раньше времени господа мои, и я не стал бы виновником их смерти. Когда раб это так говорил и плакал, не желая возвращаться к господину своему ксенофонту, случившиеся там странники и жители селения убеждали его перестать плакать и советовали ему идти домой и рассказать обо всем господам своим, чтобы они не проклинали его. «Если ты не возвестишь господам о горе, — говорили они, — и сам неожиданно исчезнешь, то не будет тебе спасения». Раб послушался совета их и возвратился в Константинополь. Вошедший в дом господина своего, он сел, поникший головою, сосунувшимся лицом и в смущении молчал. Госпожа его Мария, услышав, что раб их, посланный к детям, возвратился, тотчас призвала его к себе и стала спрашивать, «Как живут наши дети?» «Ничего, здорово, — ответил раб». Госпожа продолжала спрашивать, «Где же их письма?» «Я потерял их на пути, — ответил раб. Тогда начало смущаться сердце ее, и она обратилась к рабу. «Заклинаю тебя Богом, расскажи мне истину. Душа моя сильно смутилась, и силы оставили меня. Тогда он громко воскликнул, горько заплакал и начал рассказывать истину. «Горе мне, госпожа моя!» — говорил он. «Оба светила ваши угасли в море, разбился корабль, и все потонули». О, сколь мужественное оказалось сверх ожидания госпожа, услышавшая эту весть. Крепко веруя в Бога, на место того, чтобы упасть на землю от изнеможения и горя, и рыдать в отчаянии, несколько помолчала от изумления, а потом сказала, «Благословен Бог, устроивший все сие. Как было угодно Господу, так он и сотворил. Да будет имя Господне благословенно отныне и до века». Рабу же, принесшему ей весть, она сказала, «Молчи и никому об этом не говори. Господь дал, Господь и взял. Он сам знает, что нам служит на пользу». Когда прошло часа три, день склонялся к вечеру, возвратился домой из царских палат ксенофонд. Он возвращался торжественно, в предшествии сопровождения многих. Войдя в дом и отпустив пришедших с ним людей, он сел трапезовать. Он один только раз в день принимал пищу, и то вечером. Когда он возлег за трапезой, супруга его Мария обратилась к нему. «Знаешь ли ты, господин мой, что раб наш пришел из Бериты?» Ксенофонд ответил на это. «Да будет благословен Бог. Где же возвратившийся раб?» Госпожа сказала ему. «Он болен и отдыхает». Тогда ксенофонд спросил, «Принес ли он нам письма от детей?» Она сказала на это. «Оставь на сегодня, господин». «Сейчас мы вкусим пищу, а завтра ты увидишь письма. Раб имеет многое рассказать нам о них словесно». Но ксенофонд настаивал, «Сегодня немедленно пусть принесут письма. Я прочту их и узнаю, здоровы ли дети наши. А все, что имеете сказать, имея сказать он из устно, пусть скажет завтра». Тогда Мария, будучи не в состоянии удержать сердечное горе, залилась слезами и не могла ничего отвечать по причине рыданий. Ксенофонд, видя, что она так сильно плачет, удивился и стал спрашивать, «Что это, госпожа моя Мария? Почему ты так плачешь? Разве дети наши больны?» Она едва-едва могла вымолвить, «Лучше было бы, если бы они были больны, но они погибли в море, наши любезные дети». Ксенофон громко застонал и, прослезившись, сказал, «Да будет благословенно имя Отца и Сына и Святого Духа вовеки. Аминь». «Не скорби, госпожа моя. Я верю, что Бог не попустит нашим детям совершенно погибнуть и надеюсь, что его милосердный промысел не причинит горе моим сединам, как и я никогда не осмелился оскорбить его благостыню. Помолимся же его великой милости в продолжении всей этой ночи и будем надеяться, что Бог откроет нам о детях наших, живы ли они или нет». Затем они тотчас встали, затворились в молитвенной комнате и всю ту ночь провели в молитве, обращаясь к Богу, с обильными слезами и твердой верою. Когда начало святать, они возлегли отдохнуть каждой особой на острых волосяных рубищах. И было им обоим одно и то же сонное видение. Им казалось, что они видят обоих сыновей своих предстоящими Христу Господу в великой славе. Иоанн имел уготованный для него престол, скипетр и царский венец, украшенный многоценным бисером и дорогими каменями. У Аркадия же был венец из звезд, крест в правой руке и светлый одар, приготовленный для отдыха. Когда они встали от сна и рассказали друг другу о своем видении, они поняли, что сыновья их живы и сохраняются милостью Господней. Они сильно обрадовались, и Ксенофон сказал своей супруге, «Мария, я думаю, что наши дети в Иерусалиме. Пойдем туда и поклонимся святым местам, может быть там как-нибудь найдем и детей наших». Посоветовавшись так между собой, Ксенофонт и Мария приготовили в путь, и сделав распоряжение управителям обо всем касавшемся дома имущества, раздав много милостыни и взяв с собой много золота, сколько было необходимо для подаяния милостыни и для пожертвования на святые места, отправились в Иерусалим. Прибыв туда, они обошли все святые места, молясь и раздавая милостыни. Затем они начали обходить все находившиеся в окрестностях Иерусалима монастыри, отыскивая детей своих, но нигде не находили их. «Случилось им в одном месте на пути встретить одного из рабов своих, бывших с их детьми на корабле, уже ставшего иноком. Они обнимали его, целовали и земно кланялись. Инок же, в свою очередь, земно кланялся им и говорил, «Молю вас ради Господа, не кланяйтесь мне, не приличествует вам, моим господам, так поклоняться мне, рабу вашему». Ксенофон сказал ему, «Мы почитаем святой иноческий образ, а потому и кланяемся. Ты же не печалься об этом, а лучше расскажи нам, умоляем тебя, где наши сыновья? Скажи нам ради Господа, скажи». Инок прослезился и сказал, «Когда разбился на море корабль, мы, схватив каждую доску, какую кто мог, плавали по рознь, носимые бурею. Больше я ничего не знаю. Не знаю, спасся ли кто от гибели или нет. Только я был выброшен на сушу у берегов Тирской страны». Узнав, а таксенофонты Марии отпустили Инока в путь, щедро одарив его милостыню, чтобы он молился о них и о детях их. Они направились в Иорданские страны, чтобы и там помолиться, и раздать оставшееся золото. Когда они шли преднамеченным путем, то по Божьей промышлению встретили того святого старца, прозорливца, который облег сына их Аркадия в иноческий образ. Припав к ногам святого отца, они просили у него молитвы за себя Богу. Святому старцу было открыто о них от Бога все. Сотворив молитву, он сказал им, «Кто привел в Иерусалим к сенофонту и Марию?» «Кто, кроме любви к детям? Но вы не скорбите. Ваши дети живы, и Бог открыл вам во сне славу, уготованную им на небе. Идите же, возделывайте ли винограда Господня, куда вы идете ныне, и когда вы окончите там свои молитвы, то по возвращению в святой город вы увидите детей своих». Побеседовав так, они разошлись. Ксенофон с Марией пошли к Иордану, а прозорливый старец пошел к святому городу. И, побывав в церкви в воскресенье, Христос сел близ святой Голгофа на земле и отдыхал. Когда святой старец сидел там, юный инок Иоанн, сын ксенофонта, пришедший из Малмифитанского монастыря в Иерусалим на поклонение, увидел святого старца и поклонился ему до земли. Старец с любовью приветствовал его и, благословив, спросил, «Где был ты до сели, господин мой Иоанн? Вот отец твой и мать твоя ищут тебя, а ты пришел, отыскивая своего брата». Иоанн удивился тому, что этот великий старец знает все. Поняв, что он прозорливец, он припал к ногам святого и сказал, «Умоляю тебя, отче, скажи мне, господа ради, где брат мой? Душа моя сильно изнемогает от желания видеть его. Я много подвязался, молясь Богу, чтобы он открыл мне, жив ли брат мой или нет. Но Господь не благоволил мне открыть до сели. Разве только ныне через тебя, святой отец?» Старец сказал ему, «Сядь около меня, ты скоро увидишь брата своего». Когда они посидели немного, подошел другой инок, юный Аркадий, с изможденным телом и высохшим лицом. Глаза его глубоко впали от чрезмерного поста и воздержания. Кланяясь к святым местам, он скоро увидел сидящего старца и, подбежав к нему, упал к ногам его, говоря, «Отче, ты оставил свою ниву и уже третий год не посещаешь ее. Много терния высорной травы выросло без тебя, и тебе предстоит много потрудиться, пока ты очистишь ее». Старец сказал ему, «Знай, дитя мое, что я ежедневно посещал свою ниву и верую Господу, что ни тернии выросли на ней, ни сорная трава, а зрелая пшеница, достойная трапезы царя царствующих. Сядь около меня». Аркадий сел. Старец помолчал некоторое время и затем обратился к Иоанну. «Откуда ты, брат Иоанн?» Иоанн ответил, «Я, отец мой убогий человек и странник, а в исполнении одного только желания сердца моего я прошу милости Господней и твоей святой молитвы». Старец сказал ему, «Да, это так. Но скажи мне, какого ты рода и какой город Отечество твое, а равно какова твоя жизнь, чтобы прославилось имя Господне?» Иоанн начал рассказывать все по порядку, что он родом из Константинополя, сын одного сановника, имел брата Аркадия, с которым был послан в Берит учиться, что на море во время сильного волнения разбился корабль, и все потонули кроме него. Аркадий, услышавший этот рассказ, внимательно всматривался в инока и, наконец, узнал в нем своего брата. По духу родственной любви он не мог долей слушать излагаемый иноком рассказ и воскликнул, «Воистину, очи, это брат мой Иоанн!» Старец сказал на это, «Знаю и я, но молчал, чтобы вы сами друг друга узнали». Они поспешно бросились друг другу на шею, обнимали и лобызали друг друга с радостью и слезами, и затем, став, прославили Бога, сподобившего их свидеться живыми во святом иноческом образе и в такой добродетельной жизни, посвященной Богу. Спустя два дня пришли от Иордана Ксенофонт и Мария, помолившись на Голгофе и поклонившись живоносному гробу Господа нашего. Они раздали на этом святом месте много золота во славу Божию. Увидев там же и святого прозорливого старца, они узнали его и, преподая к ногам его, просили молитвы. После молитвы они сказали старцу, «Ради Господа, отче, исполни свое обещание и покажи нам детей наших». Оба же сына, их Аркадий и Иоанн, стояли около старца, но он повелел им не говорить ни слова и даже не поднимать глаз, а смотреть вниз, чтобы не быть узнанными. Дети узнали своих родителей и радовались сердцем, а родители не могли узнать детей своих, отчасти потому, что они были в иноческом одеянии, отчасти потому, что от продолжительного воздержания поблекли красота лица их. Тогда святой старец сказал святым Ксенофонту и Марии, «Идите в свою гостиницу и приготовьте нам трапезу. Я приду с учениками своими и вкусив вместе с вами пищи, скажу вам, где ваши дети». Родители сильно обрадовались, так как святой отец обещал им показать их детей, и, отправившись быстро, приготовили обильную трапезу. Святой старец сказал ученикам своим, «Пойдем туда, где остановились ваши родители, но вы постарайтесь ничего не говорить, пока я не скажу вам». Оба брата сказали ему, «Как повелишь ты, отче, так и будет». Тогда старец продолжал, «Разделим с ними трапезу и беседу. Это не повредит спасению вашему. Верьте мне, что такой бы труд вы не предприняли ради добродетели, вы не достигнете меры совершенства вашего отца и матери, какой бы ни предприняли труд». Затем они пришли в гостиницу, приютившие к Сенофонту, и сели за предложенную им трапезу. Они ели вместе и беседовали о назидательных вещах. После этого блаженный Сенофонт и Мария обратились к старцу. «Отче святый, как живут наши дети?» Святый ответил, «Они доблестно трудятся ради своего спасения». Родители сказали на это, «Бог, устрояющий спасение всех людей, дадарует им быть истинными делателями винограда Христова». Затем снова Сенофонт обратился к старцу. «О, как хороши, отче, эти твои ученики! О, если бы и наши дети были таковы! Сильно возлюбила душа наша этих юных иноков! Лишь только мы увидели их, возвеселилось сердце наше, как будто бы увидели собственных детей». Тогда старец сказал Аркадию, «Расскажи нам, чадо, где ты родился, как воспитался, как пришел сюда?» Аркадий начал рассказывать так, «Я, отче, и этот мой брат родом из Византии, сыновья одного из первейших сановников в царских палатах. Воспитаны мы в благочестии, родители послали нас в Берит учиться еленской мудрости. Когда мы плыли, наш корабль разбился от волнения и бури, и каждый из нас, ухватившись за доску от разбитого корабля, плыл туда, куда несло его волной. По Божьей милосердии мы остались в живых и выброшены морем на сушу». Когда они еще говорили, родители узнали, что это их дети, и тотчас воскликнули, «Вот они, наши дети! Вот плод утробы нашей! Вот светило очей наших!» Бросившись им на шею, они лобызали их с любовью и плакали от радости. Старец также прослезился. Затем все встали, воздали славу и благодарение Богу и веселились, прославляя великое и дивное промышление Божие. После этого ксенофон с подругой своей просили святого старца постричь и их выноческий чин. Рукою прозорливого отца они были пострижены, ксенофон и Мария, и им же научены иноческим правилам. Старец заповедал им, чтобы они жили не вместе, а каждой особо. Спустя немного времени они все разлучились. Мария ушла в монастырь иночеству их женщин, а Яна и Аркадий, простившись с родителями, отошли со старцем в пустыню. Ксенофон же, послав Византию, велел продать дом свой и все имущество, раздал все нуждающимся, отпустил на свободу рабов, а сам, нашедший келью в пустыне, предался безмолвию. Все они послужили Богу до конца и сподобились от Него великих даров. Яна и Аркадий просияли среди пустыножителей, как светило, и, прожив много лет, предузнали о своей кончине и отошли ко Господу. Преподобная Мария соделала много чудес, исцеляла слепых, изгоняла бесов, и после блаженной кончины перешла от земли к небу. Преподобный Ксенофон также получил от Бога дар чудотворения и прозорливства. Он предсказывал будущее и был созерцателем великих тайн, а затем отошел созерцать то, чего не видел человеческое око, и наслаждаться видением лица Божия. Так преподобный Ксенофон, блаженная Мария и святые дети Ихьяна и Аркадий, усердно возлюбившие Бога, ревностно послужили Господу праведную и богоугодную жизнью. И причти на клику святых, святейшим владыкою, Христом, спасителем нашим, которому с отцом и святым духом слава, честь и поклонение во веки. Аминь. Преподобный Ксенофон и Мария и сыновья Ихьяна и Аркадий жили и подвязались в пятом веке. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова